Всем привет! Начинаем очередной выпуск новостей зарубежной недвижимости от FRIAN. Сначала поговорим о безопасности, а затем о Греции, о Турции, о Северном Кипре и о всей Западной Европе. Начну с любопытного рейтинга от портала Numbeo. Его пользователи выбирали самую безопасную страну мира. Результаты могут изумить, ну или позабавить, поэтому важно сразу объяснить, а что, собственно, подразумевалось под словом «безопасность». В данном случае пользователи оценивали уровень преступности в стране. Можно ли спокойно гулять по улицам? Не придерутся ли незнакомцы к цвету кожи? Не разобьют ли стекло в машине? Не залезут ли в квартиру? То есть комфортно ли повседневная обычная жизнь? Наивысшие баллы получила Андорра. Я, к сожалению, в этой маленькой стране ни разу не был, но почему-то охотно верю. Да, хулиганов там не слишком-то и много. Гораздо интереснее, кто на втором и третьем местах. Страны, которые в последнее время у нас представлены весьма и весьма широко. Это Объединенные Арабские Эмираты и Катар. А на пятом месте Аман, то есть Ближний Восток с точки зрения безопасности регион достойный. Также высокие баллы в Восточной Азии. В первой десятке Тайвань, Гонконг, Япония, Сингапур. Радостно видеть на седьмой строчке Армению. Например, Россия в списке на пятьдесят первом месте. США на восемьдесят девятом. Франция вообще сто десятая. Ого-го. Впрочем, в таких рейтингах велика эмоциональная составляющая тех, кто на вопросы отвечает. И ее надо принимать в расчет. На прошлой неделе я рассказывал про вероятное удорожание греческой золотой визы. Об этом заявил местный министр экономики. В некоторых районах Эллады порог входа в программу по-прежнему 250 тысяч евро. И вот его хотят поднять. Причем, судя по целому букету заявлений, которые следуют буквально каждый день, власти на этот счет настроены решительно. Среди утечек есть и такая. Возможно, недвижимость, купленную под золотую визу, нельзя будет сдавать в краткосрочную аренду. Цель – убрать с рынка тысячи предложений. Ведь почти все резиденты в Греции не живут, а доход получают. И освободить место для действительно незанятого, абсолютно пустующего жилья, которого в стране около 650 тысяч единиц. Это наследие кризисных лет. Да, никакие решения пока не приняты, но держать в уме подобные риски стоит. Напомню, что граждане России и Белоруссии, имеющие еще какой-либо паспорт, успешно оформляют греческие ВНЖ через покупку недвижимости. Многие страны в последние годы ощутили волны спроса со стороны русскоязычных покупателей. Но сейчас вот эти волны в большинстве своем или схлынули вовсе, или по крайней мере ослабли. Одно из исключений – Северный Кипр. Непризнанный статус республики уже мало кого смущает. Ограничений для релокации, в отличие от соседней Турции, тут не вводят. Цены, да, растут, но по-прежнему спрос толкает их вверх. Квартиры за год подорожали примерно на 4%. Виллы – более чем на 10%. Самый дорогой регион в стране и скелет, тут квадратный метр стоит более 2000 евро. На втором месте с похожими показателями – Кирения и ее окрестности. Ну а самая недорогая на Северной Кипре – Никосия. И это, в общем-то, понятно, это же не курорт. Но за счет низких цен, а квадратный метр в столице дешевле 1000 евро, здесь самая высокая доходность. Если делить цены на ставку аренды, получаем окупаемость около 13 лет. А, например, для Кирения этот показатель выше 16. Кстати, ставки аренды в регионе выросли, но не так заметно, как цены на недвижимость, поэтому и срок окупаемости снижается. В нашей традиционной рубрике мы сегодня переносимся в Турцию. Последние месяцы только и говорим о том, как усложнилось получение ВНЖ, как изменились правила аренды. И, в общем, по всему выходит, что Турция возвращает себе тот имидж, который у нее был 10, 15, а даже 5 лет назад. Это страна для отдыха, а жилье, которое там покупают, в первую очередь – дальняя дача. Вы не собираетесь переезжать, у вас нет цели заработать, но вот лето хочется провести в своей квартире у моря. И в этом смысле турецкая недвижимость по-прежнему более чем конкурентна. Тем более, что ценовой ажиотаж по всему суде прошел, особенно в районах, где нельзя получить вид на жительство. Знаменитый Махмутлар в Алании, он как раз такой. Его давно уже неофициально называют Михайловка. Он закрыт для ВНЖ, но именно как место для отдыха, безусловно, прекрасен. И вот новостройка в Махмутларе. 12 этажей обещают сдать этой весной, то есть вот к нынешнему сезону. Инфраструктура под курортников. Есть закрытый и открытый бассейн, хамам, фитнес, детская игровая комната, зона барбекю. До моря около километра. В последний год мы привыкли в Турции к шестизначным ценам. Но тут квартира 1 плюс 1 65 тысяч евро или чуть более тысячи евро за квадрат. Для средиземноморской недвижимости по-прежнему цифры приятные. И конкретное предложение и вообще варианты в Махмутларе вы найдете по ссылке в описании к этому сюжету. И в заключение приглашаю вас в ближайший вторник на вебинар, посвященный недвижимости в Европе. Тут мы уже будем говорить не об отдыхе, а об инвестициях, а также о возможности получить статус ВНЖ или ПМЖ. С экспертами Интермарк поговорим об Испании и Португалии, Греции и Германии. 13 февраля, вторник, 13.00. Регистрация также по ссылке в описании. Участие традиционно абсолютно бесплатная. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всем мира, всем безопасности. И если вам понравился наш сюжет, не забудьте ставить лайки и подписываться на наш канал. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok